Здравствуйте, уважаемые господа и дамы, наши слушатели, зрители. Рады приветствовать вас на медийном пространстве. Мы компания Печный мир и я, Александр Кутузов. Приехали на новый объект, чтобы отремонтировать камин, который создал уже пожароопасную ситуацию, сложенную 20 лет назад, или там 16. Значит, мы его отсюда демонтировали, разобрали. И теперь будем ставить отопительный прибор на базе каминной топки мета. Что значит с кирпичной облицовкой? Кирпичная облицовка была сделана в цеху компании Печный мир, то есть кирпичи напилены, наточены, ошлифованы, помыты и прогрунтованы. Приготовлены как конструктор лего. Каждый кирпичик подписанный, все, с каких рядов, какие кирпичи, номера имеют. Значит, все разобрано, разложено по рядам. Сейчас наши мастера приступают к сборке. К сборке уже после демонтажа и уборки помещения непосредственно кирпичного портала для каминной топки. Значит, в ходе работ, из предварительных работ, что было сделано? Ну, постелен картон на полшую, дом жилой. То есть сделан вот такой шалаш, шалаш, чтобы обеспылить. Значит, работы проводились при обильном смачивании старой кладки и при пылесосе. То есть как бы все пылесосилось, чтобы не пылить. Все проводилось вот в этом шалаше. Сейчас, значит, сейчас кирпичи, вон, помытые, почищенные, чтобы не было пыли, занесли в дом на разморозку. На разморозку. И их кладки приступают, заходя вот в шалаш. После демонтажа старого камина, старого камина, значит, вскрылись нарушения дурм пожарной безопасности. Вот видите, закопченная стенка. Закопченная стенка, то есть труба кирпичная, которая здесь проходила, она продымливала, потрескалась и продымливала. Дерево начало окисляться. Также, ну, от температуры и от воздействия дыма. Вот, видите, закопченные, да, стенки. Что мы сделали? Мы набили два слоя асбеста. Два слоя асбеста прямо на деревянную конструкцию. Значит, сделали воздушную отступку с помощью прокладок из листав минерита. Вот по 4 сантиметра здесь разрезаны такие полоски. Под краем, вот они, с торца их видно. Видно, значит, набиты были полоски минерита с выравниванием стенки. И потом уже на эти полоски с воздушной отступкой от асбеста смонтированы листами минерита. То есть, как бы, кладка, кладка кирпичного массива будет осуществляться с отступкой в 4 сантиметра. В 4 сантиметра, 4-5 сантиметров от стенки. То есть, следующий кирпич ляжет вот сюда. Вот задняя стенка будет проходить вот тут. Это холодная четверть, так называемая, когда нет прямого контакта кирпича с пожароизоляционным материалом. То есть, и создается такая конъективная рубашка. Кирпич нагреваясь, нагревает воздух. Воздух поднимается, нагреваемый, удаляется. То есть, создается поток. Поток. Конъективный поток воздуха. То есть, это защищает от перегрева стенку. То есть, когда нет прямого контакта. То есть, вот этот пирог абсолютно пожаробезопасен. Раньше, в старых нормах, еще предполагалось использование оцинкованного железа для закрытия асбеста. Но мы его заменили на минерит. Это хороший пожароизоляционный материал, который можно в дальнейшем еще и облицовывать. То есть, клеить в нее клеточку, обои, все что угодно. То есть, прочный, прочный, крепкий, ровненький и совершенно симпатичный. То есть, вот такая пожарная разделка была здесь сначала изготовлена. То есть, смонтирована. Дальше. После разборки камина. После разборки камина выявилось, что фундамент залит как попало. То есть, с горбатой поверхностью. И на верхний ряд, то есть, на сам фундамент, уложили куски кирпичей. То есть, как попало и залиты просто были глиняным молоком. Что мы сделали? Мы их убрали оттуда. Положили два слоя рубероида. Два слоя рубероида. То есть, гидроизоляцию сделали. И сделали цементную стяжечку. То есть, она еще в стадии, так сказать, подсыхания. Сейчас на нее выкладываем первый ряд. Первый ряд. То есть, основание. Первый ряд это плинтус. Плинтус, да, такой вот. Со скошенными краями. Значит, чтобы обозначить периметр нашей конструкции. Значит, следующий ряд. Следующий ряд будет ложиться уже из ровного кирпича. То есть, вот с такой вот отступочкой. Значит, вот так. Ну, в дальнейшем мы покажем вам в других следующих видео. Мы покажем вам всю красоту, которую напилили. То есть, этот портал будет собран из граненого кирпича. То есть, огранка 2 на 2 сантиметра. То есть, по всему периметру лицевого ребра. Значит, каминная топка встанет вот на этом уровне. Предполагается организация двух ярусов в этом портале. То есть, как бы, каминный стол, на котором стоит каминная топка. И верхний карниз, замыкающий, которым будет закрываться вся конструкция. В конце видео мы вам покажем экспликацию с проекта. И визуализационную картинку. То есть, что мы должны получить на выходе по итогу. Значит, ну а сейчас, сейчас пока вот процесс начался. Слава Богу. Значит, спасибо за внимание. Я Александр Кутузов, компания Печной Мир. Рады, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова